На сломе эпох. Гомельский клубный хоккей сейчас переживает непростой период. Гомель продолжает жестко гнуть взятую сезон назад линию на обновление состава. Причем делается это за счет собственных воспитанников. Перемены даются нелегко. Болезненные поражения, невысокое в сравнении с минувшими годами место в турнирной таблице, кривотолки в околохоккейной среде. Наш корреспондент Максим Савин решил лично узнать, чем сейчас живут рыси. Гомель за бронзовел. Так говорили еще несколько лет назад. Четыре года к ряду команда становилась третьей в экстралиге. Сможет ли она подняться выше или это потолок? В клубе решились на перемены. Еще два года тому назад мы объявили курс на омоложение состава. И мы сказали о том, что мы будем как можно больше вводить своих игроков. Поэтому отчасти это вынужденная мера, отчасти это плановое мероприятие. Но вы реально видите, что те наши ребята, которые два года подряд были чемпионами страны сначала по юниорской лиге, потом по высшей лиге, они влились в команду. На сегодняшний день у нас состав команды на 80% состоит из своих воспитанников. Это хорошие воспитанники. Это ребята, которые со временем могут раскрыться. В 2017-м Гомель спустя пять лет выиграл кубок Руслана Салея и получил пропуск в Еврокубке. В ноябре 2018-го команда отправилась во французский Леон для участия в полуфинальной стадии континентального кубка. Уже тогда в составе Рыси было 13 собственных воспитанников. Прогнозы для гомельчан были не самыми утешительными. Остроты к комментариям добавляло и то, что во Францию команда отправилась на автобусе. Правда, как заверили в клубе, автобусный Евротур был частью плана. Мы поехали туда на автобусе не случайно и не спроста. Я, раскрывая карту, могу сказать, что это была абсолютно продуманная тактическая схема. Мы очень плавно вкатились в часовые пояса. Мы очень плавно прошли климатическую зону. Команда плавно прошла адаптацию климата и смену часовых поясов. По дороге мы сыграли товарищеский матч в Бресте. Мы сумели хорошо адаптироваться, восстановиться. И более того, мы получили эффект неожиданности. Откровенно говоря, наши соперники не рассчитывали получить от нас какой-либо достойной игры. Чем мы, в общем-то, и воспользовались. В полуфинале гомельчане одержали две победы и потерпели одно поражение, уступив, кстати, будущему победителю континентального кубка казахстанскому «Орлану». В январе в Белфаст на суперфинал турнира «Рыся» отправились на самолете и с 17 собственными воспитанниками в ростере. Сенсации не случилось. Гомель проиграл все три встречи с общим счетом 2-18 и занял последнее четвертое место. Посыпать голову пеплом из-за такого результата в хоккейном клубе не спешат. Да, пропустили чересчур много, но молодежь по полной хлебнула взрослого хоккея. Ну, сам результат, конечно, не впечатляет, но все равно, судя по тем командам, которые там были, ребята все равно сражались достойно, бились. Да, команда молодая, можно сказать так, в процессе становления, много своих воспитанников, поэтому, я думаю, ребята получили неоценимый опыт. Что касается самой игры, как бы желание, старание было, но мастерства где-то не хватило. Это я смогу списать на молодость. А молодежь действительно неплохая. Костяк команды «Золотое поколение» – это игроки Гомеля-2, выигравшего чемпионат страны высшей лиги в прошлом сезоне. В тренерском штабе не скрывают, что работы много. Главное есть понимание, что и как нужно делать для достижения результата. Самый такой хороший возраст для работы, еще не поздно их на что-то перестроить, подсказать, помочь. Если будут относиться с должным пониманием, с работоспособностью, я думаю, что у них все хорошо будет. Ребята подтягиваются, набирают обороты, и я думаю, что к плову мы подойдем в хорошей форме, и любой команде дадим бой. С бытовой стороной в клубе дела также обстоят неплохо. С амуницией проблем нет, зарплата выплачивается вовремя. Да, бонусы, оговоренные в контрактах, хоккеисты пока получают не все, но по ходу плей-офф этот вопрос намерен решить. Зарплата платится каждый месяц в размере Минставки. Это достаточно, хорошая сумма. Премиальная? Ну, остальные, вот премиальные, они резервируются и отдадутся потом, попозже. Конечно, определенные сложности в работе возникают всегда, однако от намеченного курса никто отказываться не собирается. Результат обязательно будет. Обещают в клубе, надо просто набраться терпения. Максим Савин, Игорь Морищенко. Новости недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова